С каждым днем весна все увереннее вступают в свои права. Полноводные кубанские реки в случае неблагоприятных погодных условий могут грозить выходом из берегов. Для того, чтобы успешно противостоять паводку, а также возможным летним пожарам, нужно быть в полной готовности. Начальник управления информационных технологий и связи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-майор Сергей Власов с проверкой подготовки сил и средств предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края к защите населения и территории в паводкоопасный период, а также в пожароопасном сезоне 2019 года побывал в Славянском районе. Глава Славянского района Роман Синеговский, представители заинтересованных служб и руководство МЧС осмотрели представленные различные виды техники и оснащения для ликвидации и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций. В ходе мероприятия пожарным спасателям-специалистам задавали вопросы и получали на них подробные ответы, а также обсуждали положение дел. Они должны защищать населенные пункты, должны защищать объекты экономики. Прежде всего рассказываем населению, что этого делать нельзя. Это первое. Да, первое. Пожарные дружины. Добровольные пожарные дружины созданы, комфортированы. Каждое поселение принято два постановления. Первое о создании и второе о материальном стимулировании. Это очень важно. Особый интерес у представителей руководства МЧС России и Краснодарского края вызвали студенты Славянского сельхозтехникума, которые обучаются по специальности пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях. Генералы пожали руку каждому из ребят и с интересом пообщались с будущими спасателями. Затем была проверена работа Славянской единой дежурно-диспетчерской службы. Вся территория Славянского района покрыта медицинскими сооружениями по выращиванию риса. Много растительных каналов, бросных каналов, гидротехнических сооружений. В связи с этим вниманию оповещения населения при палке опасных для людей уделяется особое внимание. На территории Славянского района развернута система экстренного оповещения населения. По итогам проверки была дана положительная оценка готовности сил и средств Славянского района по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения в палка опасный период, а также в пожароопасном сезоне нынешнего года. Приятные впечатления оставляет и организация той работы по подготовке тем рискам, о которых я сказал. И мы посмотрели готовность сил и средств, которая была представлена здесь на территории. Я хочу отметить действительно высокую оценку и высокую организацию проводимых мероприятий. Мы посмотрели здесь и готовность единой дежурно-диспетчерской службы в рамках учета, в рамках анализа. Посмотрели готовность состояния системы оповещения на территории муниципального образования. Очень многое в хорошей организации этой важной работы зависит от руководства района, отметил генерал-майор внутренней службы. Степень готовности зависит от организационных мероприятий, которые проводят руководители муниципальных образований. И видно, что здесь и глава муниципального образования действительно этому вопросу уделяет серьезное внимание. Любые чрезвычайные ситуации лучше предупредить, чем затем устранять их последствия. Что бы ни случилось, в Славянском районе есть все необходимое, чтобы спасать жизни и имущество граждан. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Спасибо. Спасибо. Спасибо.